Эта семья родилась под Новый год. Расписались 30 декабря 1965 года, а 31 сыграли свадьбу. Оба на тот момент работники меланжевого комбината. Семейную жизнь начинали более чем скромно. В ЗАГС на троллейбусе съемная квартира однушку вместе с хозяйкой. В ней же у печи на двух составленных вместе стульях спала маленькая дочь Нелли. Так начиналась история семьи Кулдошиных. И столько с того времени воды утекло, что даже правнука дождались. Николай Семенович честно признается, влюбился в точеную фигуру будущей супруги. Ей понравилось, что он образованный на хорошем счету на работе. Так и закрутилось. 52 года вместе. Она голова, он шея. Куда повернет, туда семья и двигается. А спустя 52 года вместе люди признаются в любви друг к другу еще? Конечно признаются. Как же без этого? Ну знаете, особенно когда в прошлом году он заболел тяжело. Я почувствовала, что мы настолько уже друг к другу привыкли, что нет половинки. День семьи, любви и верности в этом доме уважают особенно. Валентина Федоровна даже съездила в Муром на родину Петра и Февронии. Мы стали как-то вот чем старше, стали как-то ближе друг к другу. Потому что, да, вот я ему съездила в Муром, я ему рассказываю эту легенду, говорю, вот Петр и Феврония прожили всю жизнь, вот так вот любили друг друг к другу. И умерли в один день и в один час. Он ходил, ходил. А потом подходит ко мне и говорит, умрем-то в один день и час, а кто нас хоронить-то будет? Я говорю, ну вот, я ему про любовь, а он у меня, кто хоронить будет? Поэтому, знаете, вот так вот и пошутим. Девочка моя. Праздник в этой семье всегда, когда приезжают дочь и внуки. Нелли живет во Владимирской области, работает учителем истории и общества знания. Сейчас у школьников каникулы, ЕГЭ сданы. Можно и к родителям на чай. Когда я была маленькая, меня всегда спрашивали, на кого-то похоже. Я всегда говорила, что я похожа чуть-чуть на маму и похожа чуть-чуть на папу. А сейчас, наверное, я похожа и на маму, и на папу. Как мама и папа единое целое, они друг на друга похожи, так и я на них похожа. Нас иногда даже путают по телефону с голосами, по голосам с мамой. Конечно, не все всегда складывалось гладко. За полвека бывало всякое. И ссоры, и проблемы, и обиды. Но все решаемо, если в семье живет любовь. Хочу что сказать всей молодежи. Надо уметь верить друг другу, доверять и прощать. И потом, вовремя где-то, если я обидел чем-то, надо уметь сглаживать это стриё. В этом году семья Кулдошных получит заслуженную награду – медаль за любовь и верность.